Дежурный по городу Только на ее фотографии слева лето, а справа осень. Вот такая картинка получилась. Ну а Алексей Алексеевич прислал нам фотографию под названием «Магазинный охранник». Ну, с такой охраной ничего не страшно. Речка Янаулка – старая знакомая дежурного по городу. Она вытекает вот оттуда, из колодца на газоне, течет, размывает асфальт и утекает в другой колодец уже на самой Янаульской. Адрес Янаульская, 10. Дежурный по городу снимал эту речку. Со счету сбились сколько раз, потому что больше пятилетки она здесь течет, это точно. Того и гляди, дорогу размоют настолько, что в этой полноводной реке можно будет сидеть вот так вот на бережочке с удочкой и рыбку ловить. Единственный на всей Гаеве, кто рад тому, что речка все еще здесь течет, это местные воробейки да синички. Они с удовольствием в воде плещутся, купаются и жизни радуются. Ну а всем остальным, ясно, понятно, страшно неудобно. И мечтают люди о том, чтобы речку наконец-то забрали в трубы и стало здесь ровно и сухо. Почему не чешутся те, кто отвечает за этот кусочек Янаульской, совершенно непонятно. Вода продолжает течь. Ей 73 года, и эта неугомонная женщина увлеклась живописью, причем сравнительно недавно. А вот это уже вторая выставка художника Татьяны Ивановны Пестряковой. И называется она «Я продолжаю писать картины». Более того, Татьяна Ивановна осваивает еще и новые техники. Выставка работает в библиотеке номер 8 на Гайвинской, 6. И здесь есть на что посмотреть. Любуйтесь! Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс. На лучшую новость недели и автор самого интересного сообщения получит в подарок стул от мебельного дисконцентра «Наша фабрика» на Соликамской, 271А. Здесь есть все. Кухни, спальни, гостиные, детские. А до 15 октября большие скидки на стулья и столы. Приезжайте за своей мебелью на Соликамскую, 271А. И на этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете. Непременно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. На сегодня же это все. Спасибо, удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok